Приветствуем вас! Это видео посвящено кластерному графику. В нем мы поговорим о том, что такое кластерный график, о его основных настройках и функциях. Итак, сперва пару слов о том, что такое кластерный график. Простыми словами, это тот же баровый график, где бары состоят из кластеров. В данном случае каждый кластер отображает объем. Объем за каждую цену. То есть у нас открыт 15-минутный интервал, значит каждый кластер отображает объем, проторгованный по каждой цене за каждые 15 минут. Мы можем видеть объемный профиль каждого из кластеров. То есть кластерный график нам показывает, как распределялся объем внутри каждого бара. И на основе этого мы можем делать определенные выводы. Например, в данном случае мы четко видим, как распределялся объем. В данном баре мы видим наиболее проторгованную зону, так называемую зону TPO. Видим максимальное значение этого бара. И видим, что потом цена одержала эту зону и ушла наверх. В данном случае у нас отображается в кластерах объем. Также мы можем отобразить в кластерах дельту, дельту процент. Подробно у нас есть отдельное видео о том, как ее использовать и так далее. Селл Бай также можем отобразить. Трейдс – это количество трейдов за определенный промежуток по каждой цене. Макс Тик – это величина максимального тика, которые были проторгованы по каждой цене. И Тикс – это количество тиков, опять же, по каждой цене. Есть двойной кластерный график. Здесь мы можем одновременно видеть разные типы графиков. Например, Селл Бай, тот же Бидаск. Далее разберем панель управления. Итак, ViewDome – активирую стакан. Highland X – это отображение скрытых тиков. Далее – поле ввода инструмента. Выбор контракта. Поставив прочерк, у нас автоматически подгрузится склейный контракт. Если нам нужно проанализировать инструмент за большой интервал, удобнее всего пользоваться именно склейным контрактом. Далее – выбор размера оттика. Выбор таймфрейма. Доступны и в том числе секундные интервалы. И таймфрейм 2. То есть это профиль за выбранный интервал времени. Например, можем построить профиль за каждый час. Настройки этого профиля находятся в меню Setup – Status – TF21. И уже здесь можем и под себя настроить, и кастомизировать данный инструмент. В нижней части панели управления выбираем дату начала построения графика и дату конца построения графика. Здесь же выбираем тип графика. Например, кластерный или график с двойным кластером. Имеются и другие типы графика. И поле выбора типа костров. В правом верхнем углу у нас находится тип выбора линии. Это обычная линия, либо линия алерта. То есть установив линию алерта по этой цене, сработает сигнал, когда данная цена будет достигнута. И также стоит упомянуть о инструментах, которые у нас имеются в правом нижнем углу графика. Данная кнопка позволяет нам автоматически минимизировать, либо расширить график. Далее активация перекрестия. Кнопка G активизирует так называемые синхронизированные перекрестия. Например, открыв два графика с одним инструментом, мы можем видеть перекрестия на том же уровне и в том же месте, где и на втором графике, где также активизирована данная функция. И можем отслеживать определенные ценовые уровни. Таким вот образом. И далее панель Draw Tool. Она может быть также открыта горячей клавишей Ctrl и D. И здесь у нас есть инструменты рисования, такие как наклонная линия, горизонтальная линия, стрелка, профиль за определенный отрезок. Также у нас есть здесь сетка Fibonacci. Также доступны настройки для каждого инструмента. Каждый инструмент может быть активирован определенной горячей клавишей, в том числе и настройки для каждого инструмента. Либо правым кликом по инструменту. Перейдем к настройкам кластерного графика. Setup, Silence, Cluster Box. Cluster Profile – это активация профиля кластеров. Если мы его отключим, то отображаться у нас будут только кластера в виде прямоугольников. Далее Double Cluster X Separated – это разделитель в виде символа X между кластерами. Profile Scale – это настройка масштабирования профилей кластеров. Выбрав Visible Area, профиль кластеров будет строиться на основе видимого участка графика. Если, например, мы выберем AllChart, то профиль будет строиться на основе всего загруженного интервала. То есть, как бы мы не увеличивали график, профили все равно будут оставаться теми же. Но функция Visible Area позволяет нам видеть профиль только за конкретный интервал графика. Далее Cluster Frame – это активация рамки кластеров. Cluster Frame Color – настройка цвета рамки. Left Cluster Body и Right Cluster Body – это цвет левого и правого кластеров в режиме Profile Mode Off. То есть, выключенный профиль режима. Left Cluster Profile, Right Cluster Profile – это цвета левого и правого кластеров в режиме включенного профиля. Далее Show Text – это отображение значений кластеров. Left Text и Right Text – это цвет значений кластеров левого и правого. Show Side Line – отображение линий, показывающей открытие, закрытие и направление бара. И также идет далее ее настройка, то есть настройка толщины этой линии. Давайте активируем одиночный кластерный график. И вот у нас красная линия показывает направление, открытие и закрытие каждого бара. Можем ее делать потолще. Buy Cell Leader – это отображение доминирующей стороны при двойном кластерном графике Buy Cell. Buy Cell Color – это цвет доминирующей стороны Buy Cell. Buy Cell Leader Color – это цвета доминирующей стороны Buy Reba Cell. И Buy Cell Leader Size – это настройка имбалансов между Buy и Cell. Например, указав 50%, будут подсвечиваться лишь те значения Buy Cell, которые превышают противоположное в 2 раза и более. Например, активируем эту функцию, активируем двойной график Sell Buy, он же B-Dusk. И у нас в и моменте подсвечиваются лишь те значения Buy и Cell, которые превышают противоположную сторону в 2 раза и более. С левой стороны продажи, слева покупки. Max Value и Right Max Value – это подсветка кластера с максимальным значением левого и правого кластеров. Итак, тут есть несколько вариантов. Если мы активируем Max Value Always, то при совпадении значения максимального объема и лимита, который мы настроим до этого, останется лишь рамка максимального значения кластера. Если мы выберем он, то лимит всегда будет в 2 приоритете. Давайте на примере посмотрим. У нас уже настроены лимиты на объем. И видим, что в ситуации, где максимальный объем совпадает с лимитами, у нас максимальное значение не подсвечивается. Но если мы активируем Max Value Always, то у нас подсвечивается рамка кластера с максимальным значением. И далее у нас доступны определенные цвета на цвет кластера с максимальным значением, цвет максимального значения покупок, продаж. И далее уже идут настройки Box Chart. Далее разберем меню Setup. Тут у нас находится настройка лимитов. Настройка лимитов боковой и нижней гистограммы. Silence – это настройки по типам графика. Здесь находятся настройки горячих клавиш, в частности для торговли. Miscline S – это прочие настройки. Здесь мы можем активировать гистограмму Flow by Sell, которая отображает развера, исполненные по рынку, по каждой цене. Здесь же находится функция Layout Save Days. Она фиксирует загруженное количество дней. То есть график всегда, каждый день будет загружаться с одинаковым количеством дней. Axis Font Size – это размер шрифта временной и ценовой шкалы. Value Font Size – это размер шрифта значения кластеров. Chart Right Margin – это отступ графика от ценовой шкалы. Multichart Histogram и размер гистограммы Multichart относятся к режиму барового графика Multichart. У нас по данному типу графика будет отдельное видео. Dom Delta Buy – это настройка дельты стакана. Sell – отображает снятые и добавленные заявки для каждого ценового уровня. А тип Delta Mirror, то есть зеркальный уровень, отображает разницу между бидами и асками относительно зеркальных или равноудаленных уровней. Далее находятся настройки цвета шрифта для шкал цены и времени, цветовые настройки границ графика, фоношкалы, фонографика Background 1 и Background 2, настройки цвета дельты на покупку дельты на продажу, настройка по умолчанию цвета линий, user line text и user line back. По линиям у нас есть отдельное видео, ссылку мы также оставим в описании. И далее находится активация линий, отображающей экспирации контрактов и настройка перекрестия. В этом же меню Settings находится настройка лейбла последней цены. Здесь мы можем отключить отображение лейбла последней цены, отключить отображение времени и линии последней цены, last price line. Также можно отображать лейбл последней цены, как на графике, так и на ценовой шкале. И доступны определенные цветовые настройки. Идем далее по меню Setup. Status это список всех доступных индикаторов в платформе Wolfix. Здесь же находится настройка роковой и нижний хистограм, вертикал хистограм и хоризонтал хистограм. Более подробно по спискам индикаторов у нас отдельное видео есть, ссылку мы также прикрепим. Функция Clown Window позволяет дублировать окно ровно с теми же настройками. И, например, мы можем подгрузить другой инструмент ровно с теми же настройками, как и предыдущий график. Далее Contract Specification это спецификация контракта. Тут мы можем найти всю необходимую информацию по данному контракту, дата экспирации, размер стика и так далее. Delta Type. Настройка типа Delta по агрессору либо TickDirect. Разница между типами Delta описана в статье. Ссылку также вставим в описании. Desktop это настройка рабочих пространств. Lines. Здесь мы можем вставить, копировать, либо удалить уровень. Symbol Cup это функция поиска, тикеров. Height. Control Panel. Спрятать панель управления. Height. Здесь мы можем скрыть отображение Big Trade на графике, отображение инструментов рисования и линий, которые были построены на других графиках и скопированы на данный график. И скрыть отображение линий POC. Видео по настройке линий POC, потом как их использовать, также есть на нашем канале. Ссылку мы также оставим под видео. Stop Local Alerts. Остановить все работающие алерты в данном окне. Далее загрузка и сохранение снапшотов, то есть определенных макетов графика. Independent Mode. Независимый режим окна. Подробнее по этому режиму по ссылке под видео. Market Replay это функционал для торговли на истории. Ссылку на инструкцию по нем мы также оставим в описании. И stay on tap. Оставаться поверх других окон. На этом у нас все. Если у вас остались какие-либо вопросы по кластерному графику, просим обращаться в нашу техподдержку по контактам в описании. Благодарим за внимание и хорошего дня. Ссылку на инструкцию по контактам в описании.